Так, ну что, деловой центр, вторая карта. Ну что же, а праздники смогут ли одержать верх в серии 2-0, либо все-таки команда 5-стара на этой карте соберется и покажет действительно очень хорошую борьбу. JSK, Коби и Линк сразу под позиции инсайда, там вакуум будет принимать аплэнт, некий дрон на пятерке, но пока что, да, медленный стиль игры все-таки выбирает команда 5-стар, будет отыгрывать от минуса, а вот Лукас забирает уже с четверки Эмиля Шейна. Ну и здесь преимущество одного игрока даст определенный буст для команды 5-стар. Заход под позиции аплэнта, вакуум на страже порядка, есть минус на JSK и в соответствии сейчас атака сразу же остепенилась именно под аплэнтом. Ну вот Коби и Лукас находят размены, вакуум по-прежнему сейвит аплэнт, через ширму находит голову Линка. Есть притяжка, но вакуум остался один, вот в чем проблема. Убрал двоих, но трое игроков команды соперника еще находятся на карте. Еще и фугас установлен, таймер играет теперь против вакуума. Что делать, куда идти, кого убивать, непонятно. Так, ну, пока смотрим. Поставленная бомба, но опять же вакуум здесь один вряд ли что-то придумает. Бомба стоит очень удобно под коллапс, но коллапсу главное не пикать, но здесь длины уже и Коби приходит. Коби, Коби спалился на длине и сейчас может попробовать на самом деле раздефьюзить. Нет, там уже и Лукас с шарта приходит, да. Первый раунд, 5-100, отличное начало для них на карте, деловой центр. Миссия успешна. Так, ну что ж, прогружаемся с вами на второй раунд и посмотрим, смогут ли исправить все свои ошибки бойцы команды Апрайзинг сейчас или же нет. Опять аркада на позиции БК, Эмиль теперь здесь возглавляет, так сказать, атаку. Олеся топ-1 будет ему халповать с дальней. В руках у А-93 парный, от коллапса залетает опенфраг на Эмиля, есть информация также по Коби, но коллапс принимает и Олесю. Есть даблкил и заход под аплейн. Коллапс, триплкил, Линк принимает вакуума, но Никитрон моментальный размен и выход под коробку от GSK. Да, ну и второй раунд, смотри, как стремительно заканчивается за командой 5-стар. Слушай, ну здесь атаку Айди чувствует пободрее, чем на ВВГ. Очень быстрые раунды, сейчас именно два, продемонстрировали команда 5-стар. Ну, будут ли в таком же ключе действовать или же все-таки соперник попытается их оттянуть в более глубокий стиль атаки? А вот Эмиль как раз забирает на Аркадий Ланга Линка. Неплохое начало для апрайзингов в этом раунде, но там еще и коллапс есть. А вот коллапс на длине тоже очень грозный соперник. GSK уже вылетает под Зигу и есть размен от Коби. Правда, Коби здесь долго жить вряд ли будет, потому что его должны, по идее, забирать с двух сторон. Да, Коби погибает, два игрока на длине, остается один Лукас и, похоже, это 2-1. Но здесь тоже немного обозлились на своего соперника бойцы команды апрайзинг и показали то, что они тоже готовы бороться от вакуума. Выход на четверку от Олеси Хелпа с центрального кафе и счет на табло загорается 2-1. Бойцы команды 5-стар пока что находятся впереди, но я думаю, команда апрайзинг сейчас вплотную займется этой проблемой, выйдут на паритет, а там кто знает, как все-таки повернется у нас ситуация в том или ином раунде. Так, ну и пока смотрим. Снова медленный раунд для команды 5-стар. Теперь понимаешь, что все-таки на ланге будут прессинговать. И здесь Эмиль. Эмиль уже спалился. Да, его будут, скорее всего, зажимать с двух сторон. Сейчас там Коби вылетает под него, ХЕ-шку ловит. И 62 хп. Все-таки с ХЕ-шки не снял ничего. Эмиль. Но Эмиль пойдет давить дальше. Ну, там аж два соперника. Есть минус один. Размены от Коби моментальные. Ну и информация, соответственно, эти падают заход в короб от Лукаса. И там Никедрон будет его принимать. Есть информация. Уходят Лукасы 4 в 4. Пока что ребята очень аккуратно играют. Но если сейчас найдут размены еще в районе Аплэнта, будь то короб или сам бомбсайд, то, я думаю, атака должна уже потихоньку двигаться именно под эти позиции. Но будем смотреть. Давайте вообще камеру наверх. Линк у нас находится под бананом. И двое игроков команды 5-стар занимает стрит. Коби по-прежнему байтит на себя на ланге. Но может доиграться сейчас против драйва и просто словить пачку. Но посмотрим. Тем временем вакуум занимает позицию в пикселях под Аплэнтом. Смоки полетели. Но захода как не было, так и нет. А вот Линк по-прежнему огрызается на коробе. Да, он на самом деле пытается на себя очень много внимания стянуть. Драйв забирает в это время Коби под Аплэнтом. Блугас проходит. Но здесь Никенрон. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Распишитесь, получите. Линк остается в соло. И, похоже, ответочка от команды USG также в два раунда присутствует. Да, 2-2 на табло у нас счет. И апрайзинги вернулись после двух проигранных раундов в команде 5-стар. Но и сейчас, мне кажется, что-то в атаке поменяют игроки 5-стар. Сейчас еще самое главное команде 5-стар вообще не уйти в себя. Просто не продолжать сливать раунды. А отыграть на той же быстрой ноге, на той же агрессии, как парни занимали позиции того же Б-сайта. Влетали просто с префайерами, снимали головы. Но сейчас что-то не получается. Поменяли немного тактику бойца команды Апрайзинг. Залетает летальный дэмаж уже на вакуум. А Лукас его забирает. Никедрон перетягивается теперь на сейф Аплэнта. А там Коби, ой, как агрессивно идет, может поплатиться. Да, JSK, неплохо под вайфа работал. Еще и линк шарта забирает драйву. Проблема огромная. Слушай, вот быстрые раунды очень хорошо получаются у команды 5-стар. Не совсем готовы, а праздники к таким молниеносным выходам. Но и с этим надо тоже, на самом деле, что-то делать. Не всегда медленно будут играть 5-стары, как уже нам стало ясно. Но и сейчас очередной быстрый или все-таки медленный раунд. Вот Коби на Т-шке, JSK, банан. А вот линк и коллапс ЦК плюс лонг. Ну да, это медленный раунд теперь. Но, по крайней мере, подготовка этого раунда выглядит очень медленной. Ну и смотрим. Пока что у нас есть определенный движняк под Аплэнтом. Это два игрока. Это как раз-таки Коби и Лукас. Ну и здесь Олеся уже слышит двоих соперников под кормом. Забирает также JSK, линк, размен. Но Олеся так и не дернулся даже из-под касса. Поэтому его здесь не прочекали. Это, конечно, будет опасность для команды 5-стар. Но они по-прежнему находятся под Аплэнтом. Какой-либо ротации у нас не наблюдается. Но посмотрим. Коби все-таки попытка захода. Но она не увенчалась удачей. Там вакуум забрасывает прифайеры периодически на ширму. Так что особо неприятно. Хаешка от Коби хорошая взлетает под Олесю. Олеся тоже, кстати, вообще никак не двинулся. Видать, думал, что Хаешка где-то за кассой. Но вакуум по-прежнему на страже порядка. Даблкил в его исполнении. Линк есть размен. Но Линк немного просел по холсбару. 44% здоровья. Да, есть у Ашки. Но помогут ли они ему? Вот в чем вопрос. Ну, помочь-то, возможно, и помогут. Правда, вот здесь и Миля Драйв остались фуловые. То есть, ну как фуловые. Там 80 хп у одного и 100 у другого. Но здесь банально. Никуда не надо торопиться. Надо просто дождаться установки бомбы. Да, здесь еще очень много дамеджа получил Линк у нас. И также получил очень много дамеджа и Драйв. 22 хп. И да, Драйв все-таки делает этот фраг. Ну что же, 3-3. Паритет вновь на карте. И потихонечку подходим к завершающей стадии первой половины на карте ДЦ. Но и оборона, надо сказать, вообще не отстает. Это как видно по игре, так и по результату. А напомню, что атака также является, в принципе, сильной на карте ДЦ. Ну что ж, смотрим, что у нас сейчас будет. Эмиль принимает решение выйти на аркаду позиций БК. И сейчас ловит по себе минимальное количество дамеджа. Драйв также пойдет на хелпу. Но здесь все-таки у нас под БК находится как минимум... Ну, находилось, окей, трое игроков команды соперника. Сейчас ребята приходят к единому выводу. То, что надо бы стягиваться в район альфы. GSK принимает некий дрона. Есть минус на короб. Также Коби увольняет вакуума. Ну и здесь как-то оборона посыпалась. Оборона посыпалась. Но это, в принципе, уже такое периодическое явление, к которому мы с тобой привыкли. Что если играют очень быстрый раунд команды 5-стар, то, в принципе, его о празднике задать не получается. Лукан ставит последний хедшот в этом раунде по Олесе. 4-3. Ну что же, заберут все-таки 5-стар первую половину или нет? Узнаем мы в этом раунде. То есть, если будет 4-4, то еще вполне себе и о празднике. Могут выиграть первую половину. Ну и под Аплент вновь. Молниеносная атака сейчас, походу, будет. По крайней мере, так все выглядело на первых секундах. Но все-таки Линк и команда остановились на стрите и попытаются сделать какой-то отстрел. Олесе заказ и вакуум забирает Линка. Там уже выход на аркаду. Лукас, размин по Эмилию и Олесе. Двоих на стрите моментально хоронят. И Лукас и GSK остаются вдвоем. Ну что ж, будет у нас ротация, судя по всему, под позиции Б-плейнта. GSK занимает уже позиции центрального кафе. И Лукас у него на подхвате сейвит спину. Выход на шорт имеется, но там с дома. С дома будут контрить. Есть информация по драйву. Вторая линия. Минус на драйва заходит, но Никедрон не прощает за тиммейта. И Лукас остался один. Двое игроков команды Апрайзинг словили дамаг. Это вакуум и Олеся. Но об этом не знает у нас Лукас. Насколько они сейчас ридовые и как с ними справляться. Но Никедрон уже зачекал своего оппонента на ланге. Так что у Лукаса будут проблемы. Да, по нему уже есть инфа. И там уже закрывает и Олеся с длины со стороны террского респауна. Да, Лукас сюда бежит. И его Олеся уже слышит. Ну и прицел. Прицел торчит. Ну и Олеся выходит. Тем не менее. 4-4 на табло. Последний раунд первая половина сожидает на ДЦ сейчас. Ну, мягко говоря, этот счет пока что больше на руку команде. А праздник. Потому что им еще как раз таки предстоит играть за атаку. А вот 5-старм. Нужно опять же в траунду забирать кровь бизнесу. И повторяется примерно у нас история с ВВГ. Когда было тоже 4-4. И казалось бы нужно было выиграть 5-старм. Но, увы, проиграли первую половину. В соответствии и первую карту. Ну и здесь драйв из-под бетона. Дает информацию, что Коби уже готов сюда проходить. Да, должна моментально хелпа смещаться. GSK погибает на шарте. Ну и 3 игрока на ланге есть. Коби уже занимает позицию под бетоном. Олеся там будет стреляться. Но здесь Коби забирает Олеся. Никитрон размен неплохой. Вакуум очень грамотно хелпует. Как же вакуум здесь вовремя оказался. Коллапс погибает. И Лукас 1 на 1 с Никитроном. Ну, как у Никитрона, так и у Лукаса уже имеется информация друг по другу. Сотни на хелсбаре у 1 и 2 будет выход под дом. И далее Лукас, скорее всего, будет перетягиваться под позицию Аплэнта. Но нет, он принимает решение идти далее на перестрелку со своим оппонентом. И это может быть чревато сейчас для него. Но посмотрим. Нет. Не получилось. Ничего не получилось. Никитрон поставил хедшот. И еще одно табло загорается. 5-4. Жаркая довольно первая половина у нас выдалась. Сейчас бойцы команды 5-стар пытались показать себя с агрессивной точки зрения. Постоянно выходили на какие-то аркады. Но, тем не менее, этого не хватило. И сейчас им предстоит отыграть в обороне. Как поведут апрайзинги себя в атаке. Будет ли от них такая же агрессия, такие же быстрые раунды. Или же все-таки парни будут отыгрывать как-то более саевого. Да, здесь начать хорошо, конечно, для апрайзингов тоже будет очень важным моментом. Завладев преимуществом в два раунда, можно почувствовать некую свободу. Можно поэкспериментировать с раундами, на самом деле. Так или иначе, первый раунд во многом станет решающим в этом матче между этими командами. Но давайте посмотрим именно по расположению сил на карте от команды апрайзинг. Да, это, кстати, длина. Длина, причем первые респауны бегут занимать. Это и мили драйв как раз-таки. А вот коллапсы с Лукасом так-то не успевают. Потому что есть уже информация и по коллапсу, и по Лукасу. А здесь спин-то выходит Линк. И Линк-то забирает первого моментально, еще и второго. Ой-ой-ой, как же так проглядели-то, ребятушки. Ну вот вакуум разменял, конечно, 23 в 3. Уже 3 в 2, и милька забирает коллапса. Ну вот, JSK и скоби остаются вдвоем, но это проблема. Но здесь будет явно выход под бэссайд. В центральном кафе Коби уже спалился, забрасывает хаешки на Зигу. А там вакуум спокойно уходит вдали. И не видит, не видит уже своего оппонента. Но информация есть, что это шорт. Надо выходить. Коби идет очень агрессивно. За это поплатился моментально всем своим холсбаром. А JSK есть хедшот на Олесю. Есть информация также по третьим вещам. Но там еще и миль выходит с позиции Ланга. Ну и моментально забирает шестой раунд в актив своей команды. Так, ну что. Теперь медленно играют ребята. Да, но все равно лонг занимается. Опять же, реализация, быстрый респаун. Это очень хорошая вещь на самом деле. Ну вот Линк в очередной раз идет Аркадий ЦК. Но у него это не получается. Да, он внес довольно небольшой импакт в виде дэмэджа по Никки Дрону. 46 хп отнял. И это, конечно, прекрасно. Но сейчас у нас драйв и компания. Выдвигается он в длину. Где уже Лука забирает драйв. Есть разные моменты от Никки Дрона. И сейчас под бетоном пробегает Олеси. А по нему нет, по-моему, вообще ни у кого информации. Да, Лукас даже не понимает, что под бетоном сейчас у него будут огромнейшие проблемы. Олеси поднимается. Моментально забирает Лукас и Никки Дрон. Вот так забирает Джескей и подгибает у нас коллапс. И это 7-4. Ну что-то как-то у нас все идет по идентичному сценарию, как и на ВВГ. Первая половина, 5-4, смена сторон и тотальная доминация команды Апрайзинг. Что вообще сейчас происходит, не могут понять бойцы команды 5-стар. Вновь Аркада на позиции БК. А в этот раз вектор атаки определяется Аплэн. Здесь на быстрой ноге уже находится Эмиль. Драйв у него на подхвате. Есть информация по двойке. От Эмиля залетает минус. Джескей моментальный размен. Драйв принимает Джескей. Падает информация по миду. Есть информация также по коробу. Линк принимает своего оппонента Вакуума. И есть выход под Аплэн. Фугас уже установлен. Ситуация 3 в 3. Но тем не менее, надо сейчас играть на выбивании. Никки Дрон будет сейвить спину своему тиммейту. Но там Олеся топ-1 закрывается в нубке. И в принципе, если его закидают гранатами и сразу же будут пушить, то будут проблемы. Так, ну опять же, Олеся и Никки Дрон. Ой, 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 ой. Фестиваль гранат, пожалуйста. Слушай, и насколько похожа ситуация с ВВГ? Тоже, да? Вот как только праздники перешли после первой половины, они сразу забрали 3 раунда. Это был счет 8-4. Ну да, я же об этом и говорю. Да, то есть все по идентичному сценарию. То есть тут как бы даже от локации так много не зависит, как от стиля игры. И чувство своего оппонента коллапса Аркадия в длину. Но он, мне кажется, вряд ли уже куда-то уйдет. Ему надо до конца стреляться, либо убивать, либо погибать. Да, ему здесь просто-напросто вообще не дадут уйти. Но вот, ой-ой-ой, хороший хэдшот поимели уже. Но также можно забрать Олеся. Ну нет, Олеся есть размер, Никки Дрон так же забирает длинка у нас. А вот ЖСК идет на четверком, там в спине будет Никки Дрон. И Никки Дрон, услышали. Услышали Никки Дрон. Нет, ЖСК отворачивается. И Никки Дрон теперь будет, да, в роли фаворита в этой очной ставке. Лукас, 1-4. Есть минус раз, но на этом все для него кончается. Это матч-поинты для Апрайзинг. Ну слушай, сейчас просто бойцы команды 5-стар не могут справиться под этим натиском команды Апрайзинг. Они накаляют абсолютно каждую ситуацию под позициями Бэй или Альфы. Если они определяют бомб сайт Б, как вектор атаки, то накаляется и Лонг, и Шорт. Еще и по коробу пытаются забросить дамагу. Но это просто что-то с чем-то. Хаешка залетает под линка. Линк уже покидает матч. От вакуума залетает дабл келл. И ситуация на карте 4 против двоих. По Лукасу улетит демэж сапплейнта. Никки Дрон пытается забрать своего оппонента. Но есть информация, что это парыч. Лукас вылетает с префайером. Есть минус. Но Олеся топ-1 моментально наказывает своего оппонента за тиммейта. Десятый раунд в активе команды Апрайзинг. Ну и в соответствии вторая карта отправляется к ним со счетом 10-4. 2-0. Ну ставочка моя в том, что 2-0 по картам будет сбылась. Но вот сам счет по картам. Да, вот этот тонкий момент, когда ты сказал, что-то во мне говорит такое и есть, что кажется, что будет 2-0 по картам. Это было действительно так сегодня. Твоя ванговитость по 10 балочке действует. А пойду-ка я сейчас к соседу разберусь. А сверлит он после 7. Совсем обалдел. Так, 10-4. Также на Апрайзинг. Сейчас смотрим ставочки. 10-4, 10-4, 10-4. Есть GDI, видимо, GDI 10-4 на USG поставил на Ютубе. Он побеждает среди Ютуб-ставочников. GDI, напиши мне ВКонтакте. Герман Громов. Также приложи скрин с учетной записью Ютуба. Так, ну а ВКонтакте давайте посмотрим сейчас. 10-4 на Апрайзинг. На Апрайзинг поставил Дима Керимов. Дмитрий, напиши, пожалуйста, мне также в личное сообщение ВКонтакте. И также получишь подарочный код. Дорогие друзья, ну а мы с вами пока что выходим на музыкальную паузу. Минут через 20 начнется только следующая встреча. Минут 20-25. Строго по расписанию. И этот матч у нас будет Essence против Vice. Они же Inferno переименовались немножко ребята. Ну и очень интересный матч, я так скажу, нас ожидает. Поэтому через 20 минут всех ждем. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...